Соломбальская библиотека имени Бориса Викторовича Шерьяна представляет вам обзор книг о шоколаде. Шоколадные книги. 11 июля каждый год сладкоежки всего мира отмечают свой профессиональный праздник Всемирный день шоколада. Считается, что в этот день можно съесть неограниченное количество шоколада и ничего вам за это не будет. Ни лишних калорий, ни проблем со здоровьем. Придумали этот вкусный праздник во Франции в 1995 году. Изначально праздник задумывался как внутригосударственный. Однако любителям шоколада эта идея пришлась по вкусу и торжество стали отмечать во всем мире. Родиной шоколада считается Мексика и вначале растирали плоды какао, добавляли вино и пряные травы и получался напиток, который получил название «Пища богов». И в таком виде шоколад употребляли до середины 19 века. И только потом ученый из Голландии придумал пресс, который отжимал масла из какао-бобов и изготавливали уже полноценную плитку шоколада. В Россию шоколад привез Петр Первый вместе с кофе. А вот обычай подавать по утрам чашечку горячего шоколада при дворе вела Екатерина Вторая. И уже в 19 веке шоколад стал очень популярным. И даже у докторов появилась мода выписывать шоколад для укрепления иммунитета и улучшения аппетита. И россиянам настолько полюбилось это вкусное лакомство, что в честь шоколада даже стали открывать музеи в России. И на сегодняшний день в России открыты музеи шоколада в Москве, в Санкт-Петербурге и в Покров. Каждый год 11 июля в музеях проходят массовые гуляния и устраиваются ярмарки. И продают, конечно же, шоколад. Самых различных видов. От сувенира до сладкой одежды. В городе Покров открыт не только музей, посвященный шоколаду, но и установлен память. Памятник шоколаду. Это бронзовая статуя, которая изображает фею, у которой спрятана огромная плитка шоколада. И сама фея держит в руках небольшую плитку шоколада и как бы предлагает всем отловить себе небольшой кусочек. Обойти вниманием такое всенародно любимое лакомство – шоколад – не могли и писатели. Они выразили свою любовь к шоколаду в своих произведениях. И мы хотим вам представить обзор книг о шоколаде. Шоколадные книги. Нарине Абгарян, Валентин Постников, «Приключения шоколадного дедушки». В норвежском городе Бергене живет себе вполне обычная семья. Папа, мама, шестилетний Мартин и его старшая сестра Матильда. Но все меняется, и жизнь вдруг наполняется увлекательными событиями, когда к ним приезжает погостить дедушка Оскар. Оскара недаром прозвали шоколадный дедушкой, ведь он страшный сластен и жить не может без конфет и шоколада. И с приездом дедушки Оскара начинаются настоящие приключения. Сначала Мартину и Матильде в компании с дедушкой приходится бороться с кознями вредных сестер Паульсон, мечтающих сорвать ежегодную городскую ярмарку сладостей. А потом они путешествуют во времени, знакомятся с викингами и разыскивают похищенный сундук, в котором хранится волшебный артефакт, исполняющий желание. Ведь там, где шоколадный дедушка, там всегда приключения и волшебство. И со всеми приключениями шоколадного дедушки Мартина и Матильды мы предлагаем вам познакомиться, прочитав книгу «Все приключения шоколадного дедушки». Представляем вашему вниманию книгу Жан Филиппа А. Рубиньона «Шоколадные каникулы. Приключения семейки из Шербура». Эта книга о братьях Жаннах, которые отправляются на каникулы к морю. И автор этой книги, Жан Филипп, один из этих шести братьев Жаннах, о которых пойдет речь, а точнее Жан Б. Давайте знакомиться с братьями Жан. Жан А. По кличке Аристократ. Жан Б. Жан Бука. Жан В. Который все время витает в облаках. Жан Г. Каденыш. Гений стихийных бедствий. И Жан Д. Только эту букву он умеет выговаривать. А Жан Е совсем кроха. По прозвищу Ёж. Крикун. Когда он чем-то недоволен, то об этом знает сразу весь город. И вот однажды всей семьей братья Жанна отправляются на каникулы к морю. В отель «Алые скалы». Программа каникул обширна. Секретная экспедиция по гостинице во время тихого часа. Увлекательное представление цирка Пиппола. Ну и, конечно, знаменитая вилогонка. Тур де Франс. Которую братья наконец-то увидят своими глазами. Опасные приключения. Дикий смех и подушечные бои. Ну и, конечно же, море сладостей. Каникулы обещают быть незабываемыми. Особенно для родителей. Поскольку веселые и неугомонные мальчишки норовят все время что-нибудь вытворить. Роальд Даль. Чарли и шоколадная фабрика. Это сказочная история о мальчике Чарли из бедной семьи, который очень любил шоколад, но мог получать его лишь раз в год на свой день рождения. И вот в его жизни случилось чудо. Благодаря своей порядочности и честности он получил невероятный подарок. Он получил один из пяти билетов на экскурсию на шоколадную фабрику мистера Вилли Вонка. Какие чудеса ждут Чарли на фабрике Вилли Вонка? Только представьте. Травяные луга из сладкого мятного сахара. Можно проплыть по шоколадной реке на леденцовой лодке. Или поставить эксперименты в комнате изобретений с леденцами, которые никогда не тают, и волосатыми рисками. Понаблюдать за дрессированными белками в ореховой комнате. Или отправиться в стеклянном лифтолете в телешоколадный центр. И, конечно же, познакомиться с маленькими человечками умпа-лумпами. Много смешного, таинственного и захватывающего в книге Рольда Даля «Чарли и шоколадная фабрика». Познакомьтесь с этой книгой и вы. Вашему вниманию была представлена подборка книг с шоколадным эффектом. Читаем, наслаждаемся, радуемся жизни. Спасибо за внимание.